Переходя к первому вопросу, должен отметить, что на сегодняшний день мы определили для себя приоритетные задачи, в том числе в качестве одной из одного из приоритетов обозначено повышение уровня и качества жизни орловцев. И, безусловно, этого невозможно достичь без развития сферы здравоохранения. Мы на минувшей сессии облсовета рассматривали этот вопрос, но и сегодня есть необходимость обсудить выполнение задач, поставленной государственной программой развития отрасли здравоохранения в Орловской области. В сегодняшний день у нее входят мероприятия по наиболее актуальным направлениям региональной медицины, вопросы по совершенствованию работы учреждений здравоохранений, которые неоднократно поднимались в ходе поездок в районы области. Эти вопросы звучали также и в ходе прямой линии президента, где были обозначены главные проблемы, такие как доступность первичного здравоохранения, лекарственных средств, а также дефицит специалистов. Что касается финансирования, в прошлом году мы смогли увеличить финансирование программы более чем на 2 миллиарда рублей. В текущем году на реализацию программных мероприятий предусмотрено почти 12,5 миллиардов рублей. И мы продолжим укреплять материально-техническую базу учреждений, видим, что есть потребность и в обновлении оборудования, и в закупке нового оборудования. И те новые учреждения, которые у нас открываются, они требуют внимательного отношения, потому что даже то оборудование, которое мы закупаем, оно должно обслуживаться, оно должно использоваться, и самое главное, оно должно быть доступно для наших жителей. Будем также работать над улучшением оказания медицинской помощи населению, и обязательно продолжим ту работу, которую начали по строительству фермерческо-акушерских пунктов, и, безусловно, держать на постоянном контроле вопросы обеспечения лекарствами льготных категорий граждан. И здесь нужно нам внимательно смотреть за работой системы оплаты труда медицинских работников. Бессловно, сегодня качество оказания медицинской помощи – это важнейшее составляющее качество жизни наших граждан. Мы должны сделать все, чтобы Орловское здравоохранение соответствовало самым высоким современным стандартам. В 2018 году общий объем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, увеличился к уровню 2017 года, как уже было отмечено, более чем на 2 миллиарда рублей. Данное увеличение произошло за счет увеличения средств областного бюджета на 536 миллионов рублей, средств федерального бюджета на 284 миллиона рублей, также средств территориального фонда обязательного медицинского страхования на 1 миллиард 470 миллионов рублей. Государственная программа реализовывалась в разрезе 12 подпрограмм. На реализацию государственной программы в 2019 году предусмотрены финансовые средства в размере 12 миллиардов 489 миллионов рублей, в том числе средства областного бюджета 5 миллиардов 335 миллионов рублей, из них средства межбюджетного трансферта 3 миллиарда 86 миллионов рублей, средства федерального бюджета 863 миллиона рублей, и средства фонда обязательного медицинского страхования 9 миллиардов 377 миллионов рублей. Особенностью реализации программы в 2019 году стало погружение в нее региональных проектов, федеральных проектов, национального проекта здравоохранения и демографии, так в рамках проекта развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи, которая направлена на улучшение доступности, качества и комфортности первичной медицинской помощи, в том числе на селе. В 2019 году предусмотрены финансирования федерального бюджета в размере 113 миллионов рублей, которые направлены на приобретение 4 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, для Сосковской центральной районной больницы, Свердловской, Троснянской, Мценской ЦРБ. Также трех передвижных флюорографов для областного туб-диспансера, Ливенской центральной районной больницы, Мценской центральной районной больницы, трех передвижных маммографов для Орловского онкодиспансера, Плещеевской центральной районной больницы, Мценской центральной районной больницы. Также для оказания медицинской помощи жителям сельских населенных пунктов население менее 100 человек, трех модульных фельдшерско-акушерских пунктов для оказания медицинской помощи жителям сельских населенных пунктов предусмотрена Знаменская центральная районная больница в количестве одной единицы, Мара-Хангельская центральная районная больница в количестве двух единиц. В рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» планируется переоснастить и дооснастить медицинский региональный сосудистый центр на базе областной клинической больницы, а также три первичных сосудистых отделения на базе Ливинской ЦРБ, МЦНСКОЙ Центральной районной больницы и больницы скорой помощи имени Семашко. В рамках финансирования на 2019 год федеральный бюджет предусмотрен 116 миллионов рублей, планируется закупить 39 единиц медицинского оборудования. В рамках реализации проекта «Борьба с онкозаболеваниями» в 2019 году предусмотрено средств федерального бюджета 217 миллионов рублей, которые будут направлены на приобретение 37 единиц медицинского оборудования для областного онкологического диспансера. В рамках проекта развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, который рассчитан на снижение детской смертности всех возрастных групп, в 2019 году планируется обеспечение комфортности пребывания детей в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения, также проведение мероприятий по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений на базе центральных районных больниц. В рамках этого предусмотрено целевое финансирование федерального бюджета 59 миллионов рублей. В рамках проекта обеспечения медицинских организаций системы здравоохранения Росской области квалифицированными кадрами, на 2019 год запланировано привлечение врачей в количестве 49 специалистов, а также специалистов со средним медицинским образованием в количестве 243 человек. В рамках реализации проекта создания единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы здравоохранения, в 2019 году предусмотрено финансирование федерального бюджета в количестве 115 миллионов рублей, которые будут направлены на закупку современной компьютерной техники, серверного оборудования, а также внедрение единого диспетчерского решения по скорой помощи. По состоянию на 28 июня 2019 года мероприятия государственной программы профинансированы в разрезе 2 миллиардов 835 миллионов рублей областного бюджета, что составляет 50% от запланированных. Также федерального бюджета 122 миллиона рублей, это 14% от запланированных. И средства фонда обязательного медицинского страхования в разрезе 4 миллиардов 330 миллионов рублей, что составляет 46% от запланированных. Сегодня в рамках реализации региональных проектов, в рамках реализации национальных проектов стоят большие общие задачи. И абсолютно точно, что ни один национальный проект или региональный наш проект из 47 не может быть реализован в отрыве от других. Сегодня мы в 15 часов с департаментом соцзащиты будем вручать 30 машин управлением соцзащиты в районах, для того, чтобы обеспечить доставку жителей старше 65 лет, в том числе для оказания медицинской помощи. Это целый комплекс, который у нас с вами должен дать результат. Это и вопросы качества среды, вопросы и выплаты заработной платы, вопросы технического состояния тех зданий и учреждений, которые у нас находятся на балансе, как муниципальном, так и региональном. Мы с вами должны очень бережно относиться, в том числе к свободным помещениям. Иван Александрович не стал говорить, но мы отдельно разбирали перспективы развития палеотивной помощи. На форуме, который проводил Совет Федерации, с Реонидом Александровичем вместе подписывали два соглашения по реализации различных мер соцподдержки, которые могут позволить, в том числе и уровень здравоохранения поднять. У нас с вами задачи очень непростые стоят. Повышение как уровня жизни, так и возраста наших граждан – комплексная задача, которую вместе решать. Поэтому я предлагаю, выстраивая, сегодня мы на уровне департаментов международное взаимодействие выстроили, не все идет просто, не все идет легко, и нацпроекты на сегодняшний день, методики все утверждаются. Поэтому приглашаю всех активно включиться в эту работу. То, что у нас есть с вами проблемы, абсолютно точно. Посмотрите, когда было куплено оборудование. Оно не может вечно служить. Его нужно обновлять. Но, если у нас возникает проблема, то я убежден, что всегда есть выход из ситуации. В той же Ливинской ЦРБ возникла проблема с поломкой оборудования. Сели вместе, администрация города нашли выход на время покупки необходимых комплектующих аппаратов. Поэтому, Иван Александрович, вам задача непростая перед вами стоит, но нужно ее выполнять очень кропотливо. И это касается и оборудования, и материально-технического, но это и люди. В первую очередь люди, люди и сотрудники, это и пациент. Все те планы, которые мы с вами обсуждали, начиная от простых, от диспансеризации, заканчивая большими, серьезными направлениями, нужно. Мы с вами имеем негативную тенденцию, и все должны это тоже понимать и признавать. У нас и по онкологии, и по сердечно-сосудистым заболеваниям. Но конкретные шаги в этом направлении нужно предпринимать. Нам нужно обеспечить, чтобы работала информационная система, чтобы граждане у нас жили уже в 21 веке, а не в прошлом. Все эту работу нужно делать, а при необходимости консультация, я думаю, со всеми структурами, которые у нас работают, нужно заранее проводить и включаться в эту работу. На карте мир, много стран и много городов, Шарева, Лондон, Тегеран, Москва, Одесса, Львов. Они стоят во всей красе, проняя слабость дивной, а где-то в средней полосе есть тихий город Ливны. Автор этих слов и музыки – ливенский композитор Михаил Карасев. Гимн «Ливен» традиционно звучит в день города. 433 года со дня образования. Ливны основали в 1586 году, когда царь Федор Иоаннович и Боярская дума решили для отрошения внезапных набегов татар провести оборонительную линию из сторожевых городов. По одной из версий, название город получил от древнерусского названия родника – ливень, которых немало на ливенской земле. Ливны – малая родина известных людей. Это врач Леонид Рошаль, советский конструктор Аркадий Шипунов, ученый Олег Белоцерковский, авиаконструктор Николай Поликарпов, ректор МГУ в середине 20 века Рэм Хохлов. Я хорошо с ливенцами, здесь замечательные люди, я других просто не знаю. Здесь мои родители, здесь моя семья, здесь мои внуки. Тоже самое, всю жизнь проработала здесь. И люблю его. Множество разных зданий, где можно заниматься танцами и своим увлечением. Промышленный народ, славный, традиционный. Люди, которые здесь не были, наверное, если приют, то не пожалеют. Прежде всего, город богат людьми, которые живут в этом городе, которые ценят город. Ничего не нужно, кроме города. Ни Москва, ни Питер, я даже представить не могу, если бы я жил в Москве. Это самый лучший город для меня. Воспитие предприятий реального сектора. Это дает возможность более активно решать вопросы благоустройства, развития городской среды. В прошлом году действительно нам удалось закончить работы на двух важнейших объектах. Это мост через руку реки со сна и пристройках зданий у Дима. В этом году также поставлены масштабные задачи по развитию территории, на которых я останавливаться не буду. Но помимо этого, перед нами стоят задачи по ремонту моих квартирных домов, автомобильных дорог. И все это остается в центре внимания местной и региональной власти, так же, как и сфера образования и досуга всех милиц. Завершается экспертиза проекта спецдокументации нового корпуса школы номер 2, строительство которого запланировано уже в 2021 году. В детально ремонтированном центре молодежи в мире. Улучшена материально-техническая фраза учреждений культуры. Начало строительство структурно-здравительного комплекса в том числе почти 25 миллионов рублей. Но самое главное, чтобы реальные улучшения не просто видел, но и ощущал на себе каждый житель города, все гости и жители всей области. Я всегда с гордостью говорю, что долгие годы мы работали вместе с Буренко, Николаем Николаевичем, депутатами областного совета. Это действительно серьезные инвесторы, ответственные люди, которые сегодня создают новые рабочие места. Все-таки 10 предприятий, в том числе 6 из них мышцовостроительных профилей. Это здорово. Ждом, что работает малый и средний бизнес. 1900 представителей малого и среднего бизнеса строится в городе Ливне. Мы со своей страной готовы делать все для того, чтобы наши дети становились еще лучше, для того, чтобы город Ливне и Просветал. Спасибо вам огромное за это. Надеюсь на то, что мы с вами вместе еще будем много-много расти здоровых, талантливых детей. Успехов всему городу, всем Ливнецам, здоровья вам и медленно-рабилемых головах. Звание почетный гражданин города Ливне присвоено Николаю Максимовичу Сараю. Директору общества с ограниченной ответственностью Ливны Электро. С вами поздоровая деятельность Николай Максимович начинал в 1954 году учеником фрезеровщика Ливенского насосного завода. Работал токарем, мастером, токарем-расточником. С 1972 года его судьба связана с ливенским предприятием Всероссийского общества слепых. В настоящее время общество с ограниченной ответственностью Ливны Электро. 45 лет в руководящей должности. Николай Максимович смог решить главную задачу, стоящую перед предприятием. Качественно и рационально, в соответствии с медицинскими показаниями, трудоустроить и обеспечить работой каждого инвалидопозрения. Город использует свой промышленный потенциал. Город активно задействует все возможные сферы для улучшения качества жизни у горожан. И я рад, что Сергей Александрович Трубийцын, глава администрации города, активно включен и в проекты «Народный бюджет», и в программы по созданию комфортной среды, по созданию системы повышения качества образования в городе. Все это дает результаты. Жители ежегодно отмечают высокий уровень и работы, и качество работы. Я абсолютно убежден, что город будет дальше развиваться такими же темпами. И только добавляет новые задачи. Жители города Ливна всегда отличались правдолюбием. Всегда у нас знаменитые земляки, которые далеко известны за пределами Орловской области. Поэтому мы хотим, чтобы и дальше наша молодежь, которая живет в городе Ливна, она делает все, чтобы город не останавливался на достигнутом, еще раз говорю, пути, а продолжал развиваться. Достиг своей стабильной, вернее, был стабильным в своем развитии. Ну и, конечно же, наверное, все это зависит от тех жителей, которые живут на его территории. Поэтому огромная благодарность жителям города, которые отдают все свои силы, все свои знания для того, чтобы город жил и процветал. Здравствуйте, Татьяна Владленовна. Добрый день. Практически пять месяцев прошло с момента вашего назначения в правительство региона. Что успели сделать за этот период и какие задачи перед вами ставил наш губернатор Андрей Евгеньевич, когда вы только приехали в Орловскую область? Самая главная задача, которую Андрей Евгеньевич, как губернатор, поставил передо мной, это, конечно же, участие в национальном проекте образования и подготовка государственной итоговой аттестации. Вот за эти пять месяцев активно работали в этом направлении в рамках реализации национальных проектов и успешная подготовка, успешная реализация государственной итоговой аттестации. Ну, собственно, итоги ЕГЭ уже можно подводить. Как показала себя Орловская область и Орловские выпускники? Какие у нас успехи? Очень достойно. Государственная итоговая аттестация 2019 года в Орловской области прошла на очень высоком организационном уровне, без технологических сбоев, без замечаний со стороны Федерального центра Рособорнадзора. У нас ни одного удаленного за какие-то нарушения из пунктов проведения экзамена, и наши выпускники показали очень хорошие результаты. На уровне Российской Федерации по 11 предметов средний балл ЕГЭ в Орловской области выше, чем в России. По 10 предметам мы улучшили свои собственные результаты по сравнению с 2018 годом. 370 выпускников Орловских школ подтвердили свои золотые медали за особые успехи в обучении. Особенностью Государственной итоговой аттестации этого года была в том, что выпускники, претендующие на награждение золотой медалью, должны были подтвердить на ЕГЭ 70 баллами на русском языке, либо на профильной математике, или пятерку по базовой математике должны были получить для того, чтобы быть награжденными медалью. Вот 370 выпускников подтвердили свои качественные знания, и 21 июня губернатор области Андрей Евгеньевич Клочков приветствовал наших выпускников. Мы провели бал медалистов под девизом «Взлетай время первых», и самые успешные выпускники получили свое признание, получили свою минуту славы, такую своеобразную награду за труд в течение 11 лет, за те пятерки, за те знания глубокие, которые им дали педагоги. Мы их порадовали хорошей концертной программой. Как вы думаете, или, может быть, уже есть предпосылки к тому, изменится ли система ЕГЭ в будущем, или все-таки нет, останется такой, как сейчас? Ну, в течение 2019-2020 учебного года Рособорнадзор нам обещал не менять процедуру государственной итоговой аттестации. Все требования по технологии, по организационным моментам, которые в этом году предъявлялись к пунктам проведения экзаменов, и к выпускникам, они в будущем году сохранятся. Естественно, это подавители мобильных сигналов, это рамки металлодетекторов, это печать экзаменационных материалов непосредственно в аудитории проведения ЕГЭ, сканирование в пунктах проведения экзаменов, тех результатов, которые ребята показали на экзамене. Изменения будут с 2022 года, когда обязательным экзаменом станет иностранный язык. А вот в будущем году, в 2020, я надеюсь, все останется без изменений, и мы покажем такие же успешные результаты, как и в этом году. Технопарк Ванториум, еще одна тема, которую хотелось бы с вами обсудить сегодня, он скоро откроется. Известны ли точные даты, что с собой он будет представлять, как туда можно попасть, во всех подробностях я предлагаю сегодня рассказать об этом, потому что людей, которые интересуются и хотят отдать своих детей в технопарк, очень много. Действительно, технопарк Ванториума в этом году мы планируем открыть в октябре месяце на базе Дворца пионеров и школьников имени Юрия Алексеевича Гагарина. Технопарк Ванториум готов принять всех желающих ребят. На сегодняшний день уже работает сайт технопарка Кванториум 57, и есть группа ВКонтакте с таким же названием, и все желающие ребята от 10 до 18 лет и родители могут выбрать для себя то направление деятельности, которое им ближе по душе. В рамках Кванториума будет работать робоквантум, аэроквантум, квантум-хайтек, биоквантум. То есть для всех ребят, которые готовы работать в команде, готовы изучать технику, инженерные направления, готовы проявить себя в рамках научной деятельности, мы ждем во Дворце пионеров и школьников. Регистрация идет уже сейчас, и можно прийти сегодня уже во дворец и пообщаться с будущими преподавателями, для того, чтобы найти то интересное, что в будущем году будет реализовано. Для того, чтобы ребятам было интересно и все цели воплотились в жизнь, нужно серьезное оборудование. С оборудованием как у нас? Оснащен уже комплекс? Оборудование действительно очень серьезное, и вопрос не только оборудования, но и подготовки педагогических кардеров, я бы на это обратила внимание. Оборудование уже приобретается, инфраструктурные листы согласованы с региональным проектным офисом и с федеральным проектным офисом. Оборудование компьютерное, оборудование по робототехнике, для биотехнологии, серьезное оборудование. И для того, чтобы успешно работать на данном оборудовании, конечно же, нужны современные педагогические кадры. Педагоги сегодня проходят обучение на базе площадок в Москве, в Липецке, в Нижнем Новгороде, в Томске. То есть наши педагоги на сегодняшний день имеют возможность и непосредственно общаться с педагогами в тех регионах, где такие технопарки уже действуют. Есть возможность дистанционного общения. Для того, чтобы к октябрю, к открытию кванториума подготовиться в полном объеме, идет работа и у педагогов, и готовится, конечно же, технологическая, высокотехнологическая такая наукоемкая база для того, чтобы принять наших ребят. Еще хотел отметить, что каждому ребенку будет предоставлена возможность меняться квантумами. То есть если попробовали себя в робототехнике и поняли, что что-то не нравится, или, может быть, хочется еще больше и шире, то, конечно же, можно будет в течение определенного периода переходить из одного квантума в другой и получать дополнительные образовательные программы и по робототехнике, и по дизайну компьютерному, и по инженерному направлению. То есть для того, чтобы в результате обучения в кванториуме мы в будущем получили высоко квалифицированные кадры, будут предоставлены все возможности для развития талантов наших ребят. Родители должны платить за обучение своих детей? Обучение абсолютно бесплатное за счет бюджета, поэтому не стоит беспокоиться о том, что какие-то дополнительные родительские средства будут привлечены. Абсолютно все в рамках бюджета. Регистрируемся через электронную систему и обучаемся. Спасибо вам большое. Спасибо вам.